Всем привет! Сегодня в моем видео я покажу вам очень простой рецепт. Это вкусный десерт и готовится он без выпечки. Для него нужны очень простые продукты и совсем немного времени. Готовый десерт я разрезаю на полоски и получаются небольшие пирожные. Для приготовления я сначала измельчаю печенье. Я это делаю в блендере, но можно положить печенье в пакет и измельчить скалкой. Затем я засыпаю в блендер корейские орехи и тоже хорошо измельчаю. Орехи и крошку от печенья я всыпаю в глубокую тарелку и хорошо перемешиваю, чтобы масса стала однородной. Отставляю пока тарелку в сторону и небольшую кастрюлю кладу в сливочное масло. Всыпаю сахар, ванильный сахар и наливаю воду. Кастрюлю оставлю на плиту и нагреваю до сих пор, пока масло не растает. Готовая смесь я даю немного остыть и вливаю в подготовленную крошку. Теперь надо все очень хорошо перемешать, чтобы не оставалось сухих комочков, особенно по краям тарелки. Как только я все перемешала, я разделяю смесь примерно на две равные части и в одну из них добавляю 1 столовую ложку какао. Какао надо хорошо перемешать, чтобы вся смесь окрасилась в равномерный темный цвет. Эта темная масса будет первым слоем в будущем десерте. Я ее выкладываю на дно подготовленной формы. Форму я стерила пергаментом, так будет легче доставать десерт. Темный слой я хорошо уплотняю, прижимая его руками. Это надо сделать тщательно, чтобы он хорошо держался и не крошился. Сверху я добавляю светлую массу и тоже хорошо прижимая руками. Разравниваю слой равномерно по всей поверхности. Теперь осталось растопить шоколад. Я ставлю плитку шоколада на водяную баню, добавляя в нее растительное масло без запаха. И помешиваю, пока шоколад не растворится. Как только шоколад становится жидким, я вливаю его в форму. Я наклоняю форму в разные стороны. И шоколад хорошо распределяется по поверхности. Теперь для застывания я убираю форму в холодильник на 2-3 часа, можно дольше. Десерт застыл. И я нарезаю его на тонкие полоски. Получаются небольшие, аккуратные пирожные. У них очень вкусное сочетание орехов, шоколада и печенья. Этот рецепт мне нравится за скорость и простоту приготовления. Хранит готовый десерт лучше в холодильнике. Если вам понравился рецепт, попробуйте его приготовить. Точные коричневые ингредиенты у меня в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем самого доброго! Пока!